Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Она прислала интересное такое письмо. Она попросила анализа нескольких своих отношений, посмотреть, почему они не увенчались успехом. Может быть, у них есть какая-то общая связь, почему именно такая цикличная, короче говоря, есть система. Так что давайте сначала зачитаю, а потом будем это обсуждать. Добрый день! Я родилась и живу в Москве. Хочу поделиться своей историей отношений с турецкими мужчинами длиной в 10 лет. Знакомилась с ними через сайт знакомств и на работе в Москве. Вместе с ними работала в турецкой строительной компании. Я свободно говорю на турецком языке. Перевидала очень многое. Всего здесь не опишешь, но опишу трех турецких в кавычках принцев. Принц турецкий первый. Ибн Маминкин сынок. Познакомились мы с ним на фейсбуке, долго переписывались. Очень воспитанный, интересный парень, родом он с бурсы. На момент знакомства студент, а мама его категорически против немусульманки, все русские, только проститутки. Даже дружить не смей с русской, ибо это большой аиб. Мучилась с ним около трех лет. Он приезжал в Москву, я ездила к нему в Анкару, встречались несколько раз в Стамбуле. Наверное, через несколько месяцев после знакомства начал мне уже говорить, что нам надо разбежаться, ибо нам нельзя быть вместе, потому что семья его не одобрит его выбор. Когда меняла телефон и не переблочила его номер, периодически писал. До сих пор живет с мамой своей, никаких перемен в его личной жизни нет. Всегда категорически желает мне счастья. Сейчас вспоминаю, даже страшно вспоминать эту историю. Принц турецкий номер два. Ибн Себя люблю не могу. Познакомились на Баду. Он из Измира, но родился в Курдской провинции. Хрен не поймешь, где это вообще. Общались, переписывались. Полетела на выходные в Измир, и это был просто какой-то ужасный ужас. Он периодически встречал своих друзей, партнеров по работе. Мимо магазинов с мужским шматьем не проходил никогда. Собирался на улицу дольше, чем я. Прическа, маникюр, глажка, майки. Ужас какой-то ужасный. Убежала от него в Москву. Иногда мы с ним списываемся. Он так и не женат. Девушки нет до сих пор. Да вот еще что. Предложение он сделал, но кроме изумления ничего меня это не вызвало. Принц турецкий номер 3. Первым делом работа, а девушки глубоко потом. Познакомились мы с ним на работе. Родом он из города Эрзурум. Который, по словам этого принца, главный город на всей земле. Откуда родом самые лучшие семьянины. Общались. Парень простой, общительный, добрый. Но все время он на работе. Виделись редко. Если у него есть свободное время, то никуда ходить он не любит. Затащить на чашечку кофе целая проблема была. В его жизни есть только две вещи. Работа и футбол. Очень невнимательные. Разбежались по причине того, что отношения с ним абсолютно не перспективны. Недавно писал, сказал, что обручен и турецкая девушка трепет ему нервы. Чему я очень рада. Вообще, пишу с юмором, конечно, но все эти знакомства, отношения проходили под ярлыками каких-то глубоких переживаний, слез, обид и разочарований. С уважением. Смотрите, что хочу отметить. Да, казалось бы, все трое мужчин абсолютно разные, но их привлекла одна и та же девушка. Давайте тогда уж анализ по отношению к вам. Не мужчин будем анализировать отношения, а ваше поведение с ними. Они очень, все трое разных. Вы молодец, что знаете турецкий язык, поэтому неудивительно, что вас интересуют турки. Вы видите на работе, в компании турецкой работаете. В общем, что-то вас в них привлекает. Может, в менталитете и понимаете вы их гораздо лучше, чем многие, потому что знаете язык. В общем, вам чем-то это близко. Но у вас три таких прям типичных примера. Описаны вы хотя бы в этом письме, но все равно чисто классика, да, когда работал футбол, а девочки потом. Но я замечу, у него все равно появилась турецкая девушка у него. Не совсем у него всегда работа на первом месте только. Второй самовлюбленный качок, который мимо магазина не пройдет, весь на маникюре, на геле, на воске, на фоксе. Да, здесь тоже такие есть. Я вообще не представляю, кто с ними такими нарциссами самовлюбленными встречается. Это жесть. Тоже это тяжело с таким человеком. Он вообще ничего кроме себя вокруг не замечает. Здесь тоже такая категория ухоженных, чересчур мужчин есть себя любимых. И третий, самый первый, да, который был маминкин сынок. Прям три классики. Три классики, с которыми я вот вообще не тоже вижу таких людей. Я тоже всегда задумываюсь, какие у них отношения, с кем у них отношения не складываются. Что их объединяет? То, что это все три человека в любви нереализованные. Первый не отделился от мамы, да. То есть он отделится только тогда. Не отделится никогда. Он, скажем так, пересядет с одной маминой шеи на другую шею мамы, которую себе найдет. То есть его избранница должна быть. Просто копии копировать, вставить его мамы. И при этом она не должна возбухать и каких-то прав вообще ни на что иметь. Всегда позволять быть симбиозе с мамой. И вообще тоже подчиняться. И стать маминым тоже ребенком. Мама там все знает лучше за всех. Все решает. Второй вариант, который самовлюбленный, красивый, слишком ухоженный мужчина. Там вообще непонятно. У него тоже нет любви, поэтому он любит только себя. Ему тоже в детстве. У первого гиперопека несамостоятельный. Второй несамостоятельный. Низкая самооценка, которую он себе нарочито завышает. Старается сам себя любить. Потому что вот тоже в семье родители не додали любви. Его недостаточно любили. Поэтому он себе поднимает самооценку, любовью к самому себе. И третий вариант. И он тоже без любви. Он тоже априори боится отношений серьезных. Поэтому он себя занял. Работай. В первую очередь. Работай. Я женат на работе. Развлечения типа хобби. Опять же, мужское. Футбол. Понимаете, к чему я? Я априори избегаю женщин. Точнее, он как бы может, такие люди могут показывать. Я хочу отношений. Я готов к отношениям. Меня прессуют родственники. Люди задают вопросы. Вот мне 40, не знаю, 5 лет, а я все еще не женат. Я, конечно, хочу. Я успею шуметь. Карьера, квартиру. Я все купила. У меня все есть. Ну, а жены хорошей никак нет. Все женщины просто плохие, да? Но нет. Это же, как правило, опять недолюбленность. Возможно, у него был плохой пример от родителей, когда человек боится вступить в серьезные отношения и держит их видимость отношений на дистанции. Поэтому он вам и написал, что он помолвен с турчанкой, собирается жениться и тут же жалуется. А она выносит мозг. В ней что-то плохое есть. То есть я опять, я пытаюсь сделать серьезный шаг, стать там женатым, поменять свой статус, но я вижу в ней проблемы. Проблемы не в ней. Может быть, кстати, у нее адекватные нормальные вопросы, запросы и требования к нему. А он их рассматривает, как она ему пилит мозг, что-то требует от него, какие-то условия. Потому что он априори не готов к семейной жизни. Там всегда есть условия, которые надо выполнять. Это условия доверия, условия ответственности. И все три инфантильные. Вот это их объединяет. Первый инфантильный, мама. Им вообще руководит этот ребенок. Второй тоже не самостоятельно, только о себе заботится, себя любит. А вот рядом о женщинке она никогда не позаботится. И третий тоже инфантильный. Он уже бежит так от отношений. Он женат на работе, рабочие какие-то моменты решает, но не готов жениться. Он тоже не готов брать ответственность. Не инфантильный, я имею в виду, не готовый брать ответственность. Они все не готовы. Их всех объединяет неготовность брать ответственность. Вам нужно, вы ищите мужчину, который не готов брать ответственность. Хотя вы выбираете такую, скажем так, национальность мужчин, турок. Почему так письмо-то начало? Вам что-то в турках нравится. Возможно, семейность, ответственность, готовность брать ответственность за свою жизнь, за семью, за женщину, которая рядом. Обеспечивать что-то такое. Общие критерии вот эти такие благородные довольно-таки у них здесь. У многих воспитываются, но, как видите, не у всех, да? Но вы, когда бежали в погоне за этими качествами, за этим образом турецкого мужчины, вам встретились не готовы брать ответственность. Каждый по-своему в чем-то, но они безответственные. Поэтому у вас с ними не получилось. И человек, который выжил, это, знаете, они абсолютно вроде бы разные, но у них вот этот объединяющий фактор безответственности их объединяет. И ведет эта дорожка к вам. То есть вам нужен безответственный мужчина, чтобы с ним не создать отношений. Вами управляет, скорее всего, такой же страх серьезных отношений. Вам вроде бы искренне и сердечно хочется, я вот выбираю турка, который должен быть вот таким образом, вот такой, а получаю по итогу три раза подряд разные мужики, а они только один и тот же, и вот эта их безответственность одна и та же. Значит, ваша психика, бессознательно вы выбираете человека, который априори не может дать серьезных отношений в плане семьи. И вот в этом состоит ваш затык. Я вам дам такое задание поразмышлять, да, если вы хотите свою жизнь к лучшему изменить, если вы кто-то себя в этом узнал или конкретно героине письма автору, я хочу такое сказать. Я вам даю такое задание. Вообще написать, что такое семья на листочке бумажки определенная. Семья — это. Вот я, например, не просто там два, вот я могу дать, окей, определение, пример вам скажу. Семья — это когда два человека любят друг друга, доверяют друг другу, вместе ведут жизнь, быт, поддерживают друг друга и создают, например, новое потомство. Продолжение рода у них идет. Я бы так могла сказать, семья — вот это, это какая-то как бы функция семьи, да, что в моем понимании, в вашем понимании, может быть, все что угодно, любые другие термины создаем мы сами. То есть вам надо докопаться для себя, что вообще такое семья в моем понимании. Дальше. Плюсы и минусы быть в семье, в семейном вот этом положении, быть замужем для женщины, да. Плюсы какие и минусы. И вот это вам покажут ваши страхи. Плюсы — это то, от чего я бегу, от своих страхов, зачем, что я хочу прикрыть семьей. Минусы, чего я конкретно боюсь. В общем, вы из этих двух столбиков сможете понять ваши истинные, скажем так, желания, потребность ваша в семье. Зачем вам это надо? Что такое вы вкладываете в понятие семейные отношения и семья? И зачем именно вам индивидуально это нужно? Оттуда можно уже посмотреть, какие-то есть страхи, чего я боюсь в семье. Например, проблемы, в основном очень часто проблемы с доверием, предательство, опыт плохой родителей до этого и так далее. То есть уже от чего-то можно будет плясать, что-то анализировать и смотреть. Но первое, что такое семья? Плюсы и минусы, зачем мне это надо? Скорее всего, когда на листочке визуально увидите, прочитаете, что написали, вам уже очень многое станет понятно, вы уже начнете в этом разбираться. И у вас, почему как бы вообще отношениях люди выбирают отношения, никогда ничего не получается, у меня не получается отношения. Это страх на самом деле семьи. Страх серьезных отношений, либо страх доверия партнеру, которого нет или раньше не было и так далее. Это может быть под любыми обличиями. Вот три разных мужчины, но итог один. У меня с ними серьезных отношений семьи, бракосочетаний не получилось. Потому что я этого сама на самом деле не хотела. Весь секрет в этом. Я их как бы выбираю, вроде бы, а вина на них, понимаете, происходит так ситуация, что они в чем-то виноваты. Этот от мамы не отделился, этот вообще самовлюбленный, этот на работе жен. Все на мне вины нет. А когда говорится о том, что на мне никакой вины нет, это прямой, скажем так, сигнал того, что на мне тоже есть какая-то вина и ответственность. Пишите ваши комментарии под видео. Надеюсь, я была вам полезна. Если есть какие-то советы, девушки, обязательно напишите. Или какие-то свои такие подобные истории интересные. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту. Вы можете написать так же, как героине письма, свою историю. Я ее зачитаю, разберу здесь в видео. Или записывайтесь на персональные, индивидуальные консультации в интернете, в скайпе со мной, как с психологом. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и распространите, репостните в соцсетях. Спасибо за внимание. Всем пока.